Добрый вечер! 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 с требованием собственников. Только в какой-то мере все делается, это другое. Поэтому здесь это право собственников, только они могут определить, нужна ли им такая неэффективная управляющая компания или не нужна. Понятно, опять-таки, значит, инициатива снизу должна быть. Конечно. Вопрос от зрителей еще. На первых этажах домов, во многих домах, расположены магазины, торговые центры и так далее. Многие, как говорят жильцы, в обход счетчиков тепла и воды работают, да, то есть, попросту говоря, воруют и воду, и тепло, а потом эти все расходы раскидываются на общедомовые нужды. Люди говорят, что управляющие компании, ну, по крайней мере, о чем идет речь, я вам потом, Андрей, сам могу сказать, говорят о том, что это все раскидывается на них же, да, управляющие компании в курсе, им вроде что-то платят, но по другим схемам. Вот что в этом случае делать? То есть вы хотите сказать, что существует сговор между теми учреждениями? Я сказала ровно то, что сказала. Ну, я для себя делаю ровно, да, между управляющими компаниями, теми учреждениями, организациями, которые находятся, ну, это криминально. Поэтому в каждом индивидуальном случае нужно разбираться индивидуально. То есть если такие случаи есть, куда можно обращаться? В прокуратуру. Можно обращаться в отдел по работе с управляющими компаниями, в отдел жилищный отдел управления жилищно-коммунального хозяйства. Ко мне прямо на прямой пусть обращаются, не вопрос вообще. Значит, и, как последняя станция, это прокуратура. Вот смотрите, а как быть, если дом хочет перейти от одной управляющей компании в другую, но их не отпускают, им не отдают документы и так далее. То есть тяжбы какие-то идут судебные очень долго. Вот как быть? Вы можете в этом случае помочь как власть или нет? Значит, здесь должно быть обоснованное, грамотное решение собственников на общем собрании. Вот когда оно состоялось, это решение собственников, никто не имеет права не держать. Но если управляющая компания, даже порой бывает так, что дом меняет форму управления, то есть был на непосредственном управлении, переходит на управляющую компанию. И вот та компания, которая обслуживала живой фонд, пытается вставить палки в колеса для того, чтобы тот дом перешел. Есть, и немало таких случаев. Значит, собственникам нужно просто запастись терпением, в судебном порядке все это решать. Но нужно фиксировать каждый факт обоих компаний. Как управляющая, которая не отдает, так же управляющая компания. То есть все-таки суд разберется. Власть, мэрия не вмешивается в этот процесс. Да, на сегодняшний день. Смотрите, значит, по информации последнего месяца. Управляющие компании, то, что читаю на информационных лентах, не рассчитались с поставщиками услуг, жильцы при этом заплатили, да, долг составляет около 800 миллионов рублей, да. Это значит, что деньги где-то крутятся, что ли? То есть деньгами жильцов пользуются? Это вообще как? Все, можно квалифицировать. Знаете, вот это немножко однобоко. Это я понял с информацией, которая была в совещании с управляющими компаниями, где была эта цифра озвучена. Но это цифра с одной стороны. Этот объем денежных средств, которые должны управляющие компании, он нам представлен у АКС, Амур-Энергокомфорта. Да, то есть ресурсоснаждающими организациями. Вот, поэтому на этом собрании мы управляющим компаниям всем и обслуживающим организациям рекомендовали провести сверки, причем там жесткие сроки стоят, в течение недели, максимум 10 дней, провести сверки с Амур-Энергокомфортом, то есть тем оператором, который собирает деньги. И вот на основании этих сверок представить нам документы, отчеты, для того, чтобы мы могли уже работать, для того, чтобы у нас была объективная информация. То есть пока полной картины нет? Полной картины нет, и мало того, что есть вариант того, что не все эти 800, ты законно выставленный. Ну даже не 800, ну пусть даже 100, или пусть 50 миллионов не заплатили. Это вообще допустимо или нет? Это недопустимо. То есть должно рассчитаться. Получил ресурс, должен рассчитаться. Получил ресурс, должен рассчитаться. А если все-таки эти факты будут, что будете делать? Значит, будем обращаться в прокуратуру. Вы знаете, такое ощущение, что вот управление жильем сейчас у нас вот такой вот какой-то вот дикий рынок, вот как в 90-е в нашей стране было, то есть денег валом просто на рынке, их полно, правил никаких, то есть ничего толком сделать невозможно, правила не определены. И в общем-то, как бы, кто смотрит-то за этим? Вот у вас какое ощущение? Нет такого, что еще пока у нас, ну все в таком зачаточном состоянии и такой хаос на рынке жилья? Ну я бы не сказал, что у нас вот хаос такой, что уж некуда деваться, значит, да, есть у нас многие неурегулированные вопросы, многие неурегулированные вопросы, но и работаем-то мы буквально сколько на этом рынке, да? В прошлом году введены изменения в жилищное законодательство, то есть в жилищный кодекс, то есть в соответствии с этим изменениям мы один год работаем еще. Значит, у нас и структура рынка-то еще по большому счету не сформировалась, как таковая. То есть дома у нас могут каждый год переходить к одной управляющей компании, к другой. Поработали с этой управляющей компанией, наработали какую-то задолженность перед управляющей компанией, раз, перескочили на другую управляющую компанию. Вот это предыдущий наш вопрос. Значит, управляющая компания не всегда добросовестно относится к управлению многоквартирных жилых домов, то есть есть возможности лавировать каким-то образом или уклоняться от исполнения своих обязанностей. Поэтому сейчас идет наработка, не сформировался абсолютно. Мало того, мы с вами говорили уже сегодня о том, что большинство управляющих компаний, они как бы не отвечают требованиям тем, которые были заложены изначально в законодательстве. Когда формировалось законодательство, законодатель имел в виду, что это будет управляющая компания, а не будет обслуживающая организация. То есть вот это все необходимо приводить в порядок. Вот сейчас пытаются или вводится в муниципальный контроль за работой управляющих компаний. Да, хорошая функция. То есть органы местного самоуправления, не только субъекта Российской Федерации, а местного самоуправления будут иметь право контролировать. Ну вы же сказали, Владимир Александрович, что функция контроля-то у вас есть, но полномочий-то у вас нет. Действовать ничего с ними вы не можете. Вот смотрите, вчера был координационный сайт, и прокурор города Руслан Федорович сказал, что необходимо дать заявку на проведение контрольных функций по отношению к управляющим компаниям. Мы сейчас готовим, то есть мы отдадим нас ключи. То есть вы аккумулируете информацию и отдаете прокуратуру? Мы создали отдел по работе с управляющими компаниями, который сейчас нарабатывает всю информацию и ведет большую работу как с управляющими компаниями, так и с собственниками. Это все работает на ту корзину эффективного управления многоквартирными жилыми домами. Понятно. Ну, может, доживем до тех времен, когда все будет хорошо, и консьержки у нас будут, и цветочки. Спасибо вам большое за разговор. Мы сегодня говорили с первым заместителем главы администрации Благовещенска, начальником управления жилищно-коммунального хозяйства Владимиром Константиновым. Это была программа «Простые вопросы». У нас было много разных тем. Спасибо вам.